Приветствую! Как мы с вами знаем, примерно в середине сентября 2022 года Государственная пограничная служба окончательно запретила выезд студентов из Украины. И вот, наконец-то, спустя месяцы у меня в распоряжении оказался тот самый документ, которым и был запрещен выезд студентов. И когда я его почитал, я просто пришел в неописуемый восторг. Ну, восторг это условно сказано. Я пришел в ужас, в такой ужас, что у меня последние волосы на голове выпадать начали. Потому что то, что они там пишут, с точки зрения законодательства, с точки зрения права, не выдерживает никакой вообще критики. И сейчас я вам хочу это показать, чтобы вы знали, что государство, что государственный орган пишет в своих документах. Друзья, поскольку эта ситуация достаточно напряженная, и в принципе, да, мы уже почти год живем в напряжении, нам нужно как-то расслабляться. И я последнее время расслабляюсь с помощью канала Кулес. И всем его рекомендую. На этом канале можно найти много интересных обзоров матчей, историй футболистов, а также, в принципе, просто интересные истории из мира футбола. И, честно скажу, мне это реально помогает отвлечься от происходящего. Ссылочка на канал будет в описании к видео. А теперь непосредственно к разбору листа администрации ДПСУ. Итак, на экране вы сейчас видите вот этот документ, который я называю листом администрации Прикордонной службы Украины. Почему так? Да потому, что здесь, на самом документе, нет названия документа. Что это за документ? Непонятно. Датирован этот документ, если мы вот посмотрим сюда, то мы увидим, что датирован он 15 сентября 2022 года. Какое название, как вы видите, непонятно. Что интересного в этом документе? Что меня вообще привело в неописуемый восторг? Ну, во-первых, то, что ложь в этом документе начинается с первого абзаца. Итак, первый абзац. Вот он. И здесь написано, что указами президента Украины номер 6422 и 6522 в Украине введено военный стан, темчасово обмежено деякие конституционные права грамадян Украины, оголошено загальную мобилизацию. Пытань нема. Я почти соглашаюсь с этим. Почти за исключением вот этого предложения, вот этой конструкции. Дело в том, что ни одним указом президента, которые связаны с военным положением, не ограничены права граждан и не могут быть ограничены. И то, что там написано в этих указах, президент, по сути, лишь процитировал Конституцию Украины и сказал, что в условиях военного положения могут ограничиваться конституционные права граждан. Это цитата из Конституции. Там не установлено ни одного ограничения прав граждан. Но ДПСУ почему-то считает иначе. Дальше они рассказывают всю предысторию про военный стан, что был введен военный стан, что заборонил и выезд. А дальше вот они рассказывают вот здесь уже, что был лист главнокомандующего сбройных сил. И этим листом они рассказали, что будут выдавать студентам, которые сейчас учатся, но не смогли выехать из Украины. будут выдавать документы. И, мол, на основании этих документов было бы неплохо пропускать этих людей через границу. Здесь пока все окей. Дальше они... Администрация, Держпрокордонслужбы, пишет, что нами было принято решение про наданя таким особым дозволу на выезд из Украины. У меня уже здесь тоже вопрос есть. Чтобы разрешить выезд из Украины, его надо бы сначала запретить. А как мы с вами знаем, на сегодняшний день пока нет ни одного приказа, ни одного нормативно-правового акта, в котором было бы указано, что запрещен выезд из Украины мужчинам от 18 до 60. Вот эта формулировка ходит в сети, да, и она уже настолько нам привычна, что нам кажется, что это так и есть. Но по факту ни в одном законе такой формулировки нет. Отсюда возникает вопрос, как вы можете разрешить то, что мне и так не запрещено. Но идем дальше. Они говорят, что были приняты правила, и там, мол, запрещено было выезд из Украины студентам. Ну, действительно, мы знаем, в конце марта были изменения в правила, и действительно, там есть вот этот пункт 2.6, да, который касается студентов. Но, к слову, там не написано, что студентам запрещено выезжать. Ну, это такое лирическое отступление. Самое интересное будет сейчас. Вот читаем. Почитаем вот это. У звязку с тем, що в порушення листа головнокомандуюча Збройных сил Украины від 24.03.22 номер, довідки териториальними центрами комплектування та соціальної підтримки також видаются особам, які вступили до закордонних ВНЗ після 24.02.22. Виявленням значної кількості ознак підробок документів про навчання та з метою формування єдиних підходів під час здійснення прикордонного контролю начальниками органів Держприкордонслужби постановити перше пропуск зазначеної категорії осіб здійснювати відповідно до вимог правил. Друзі, давайте задумаємося, що ж тут написано. Погранслужба здесь открыто с підписью глави заявляє о том, що правила пересечення госграниці, які утвердила Кабмин, существували і, по їх мнению, ограничення на выезд студента существувала с марта місяцца. Але ми в нарушение этих правил студентів все равно пропускали. Але тепері ми решили, що в зв'язі з тим, що нарушається ліст головнокомандувача, ви вдомаєтесь, вони кажуть, що ми будемо тепері соблюдати правила пересечення госграниці, не потому, що вони утверджені Кабмином, не потому, що от них це требує закон і Конституція України. Ні, це не має ніякого значення. Ми будемо соблюдати правила пересечення госграниці, да потому, що ми виявили порушення ліста головнокомандувача. У мене вопрос, а, ребят, ви не в курсі, що ліст порушити не можна? Порушити можна Конституцію, закон України, порушити можна постанову Кабмина, ну, все, що ви і делали. І единственне, що нельзя нарушити, це ліст, тому що ліст, це не нормативно-правовій акт, це не розпорядчий документ. Він не породжує прав і обов'язків. Це ліст, це інформаційне повідомлення. Ау! Ребята, що ви пишете? Це просто жість. Тобто, з точки зрення права, вот этот документ, я не знаю, як його назвати, він без названня, але то, що вони там пишуть, це просто жість. У мене, ну, просто слов не нахожу. І це жесточайшая подстава для Сергея Дайнека. Я понимаю, що він руководитель огромной структуры. І як любой руководитель огромной структуры, наверняка не всегда успевает прочитать то, що він підписує. Тому що підписує десятки документів в день. І, понятно, є доверіе там к замістителям, які подають на підписі. І вот йому дали на підписі этот документ, написали просто жість. То есть, ви понимаєте, що вони написали? Вони написали, що ми полгода не соблюдали правила дорожного... Ой, я прошу прощення, вже все, дорожного движення. Правила пересечення госграниці. Ми не соблюдали закон, ми не соблюдали Конституцію України, а вот теперь ми решили її соблюсти. І будем соблюдати правила, тому що там хтось порушив лист. Ну, це просто жість. Саме жасне, що несмотря на всю цю жість, люди до сих пор не можуть виїхати з України. Я зараз говорю о тех студентах, які, в першу чергу, о реальних студентах, які дійсно оплатили гроші, які учатся за рубежом, і виїхати вони не можуть. А не можуть вони по одной простій причині. Тому що ДПСУ до сих пор продолжає нарушать требования закона України, требования Конституції України, і ориентирується в своїй діятельності ісключительно на вот такі документи, які навіть не мають названня. Друзі, що з цим робити? Делаю я, діляють інші юристи. Зараз відбування судебних процесів, в тому числі і у мене, в яких ми отстаєваємо права студентів. І дуже надіємся на те, що суди в дальнішем, апелляціонні суди, да, перша інстанція і так вже підтримують студентів і приймають рішення в їх пільзу, але надіємся, що в дальнішем, вот сейчас январь-месяц буде показательним, январь-февраль, я думаю, коли почнут появляться рішення вже апелляціонні інстанції. І ми увидим, і надіюсь сформируєм положительну практику судебну, которая в дальнішем позволить людям виїжджати з України в условіях военного положення на законних основаннях. Друзі, на этом все. Напомню, що с вами був Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Желаю вам удачі, здоров'я і, конечно же, мира. Пока-пока!